В Восточно-Казахстанской области перед судом за хранение экстремистской литературы предстала 23-летняя жительница Зыряновска. В ее доме хранилась целая библиотека с материалами, пропагандирующими ненависть и насилие. Оказалось, что не так давно девушка приняла новую для себя религию. Однако свой духовный путь начала на сомнительных сайтах, за что и поплатилась. Поиски Бога привели жительницу Зыряновска прямо в суд. Девушка три года назад приняла ислам и стала собирать религиозную литературу. Но вместо книжных магазинов и официальной мечети предпочла искать информацию на сомнительных сайтах. В ходе обыска у 23-летней Елизаветы нашли более сотни аудиозаписей и видеофайлов, а также 26 текстовых материалов. Позже эксперты установили, что все они носили экстремистский характер. Хранение продукции направлено на разжигание религиозной розни и назначено наказание в виде 100 минимальных расчетных показателей. Носители продукции конфискованы. Мягкий приговор в виде штрафа в 200 тысяч тенге юристы объясняют тем, что девушка не распространяла материалы. Иначе ей бы грозил реальный срок. О том, состояла ли Елизавета в экстремистских группах в интересах следствия не разглашается. Сама девушка заявила, что не знала о том, что такие материалы запрещены. Однако правозащитники допускают, что она лукавит, ведь понятие экстремизма отнюдь не новое. Под запрещенной литературой понимается любая литература экстремистского или иного любого такого характера, которые пропагандируют какую-то расовую, либо национальную неприязнь. Призывы к уничтоженному уничтожению, либо к какому бы то ни было экстракизму, либо дискриминации. Многие из тех, у кого находят экстремистскую литературу, оправдываются тем, что она написана на иностранном языке. Однако незнание, как известно, не освобождает от ответственности. Так что если возникают сомнения, лучше попробовать перевести текст хотя бы с помощью онлайн-сервисов. Что касается религии, отличить официальную литературу от деструктивной можно по нескольким признакам. Сейчас на большей части литературы, которая издается у нас на первой странице, ставится штамп, что утверждено, согласовано с духовным управлением. На сегодня в интернет-сайтах, на видео мы видим этот флаг черный с арабской вязью. Черный цвет их в основном признак. Специалисты настоятельно советуют при появлении подобных материалов в доме или у родственников немедленно избавиться от них. А еще лучше сообщить в компетентные органы. Практически в каждой стране есть особый список запрещенной литературы. Ознакомиться с таким перечнем в нашей стране можно без труда, забив в поисковике соответствующий запрос.